Добрый день, в эфире «Особое мнение» у микрофона Владимира Сметанина. Спасибо всем, кто 9 сентября проголосовал за меня. Сейчас моя задача делами – оправдать ваше доверие. Спасибо тем, кто отдал свой голос другим кандидатам. Я буду стремиться заслужить ваше доверие своими делами. Спасибо жителям округа, кто не пришел на эти выборы. Моя задача – убедить вас проявлять активность в дальнейшем. Спасибо всем моим оппонентам на данных выборах. Ваша активная позиция не позволит мне никогда расслабиться. Спасибо всем участникам избирательного процесса. Вы незаслуженно остаетесь в тени, когда озвучивают результат. Все это написал на своей странице в соцсети гость сегодняшнего «Особого мнения» Михаил Ковязин. Избранный 9 сентября на довыборах в городской парламент депутат Кировской городской думы. Михаил, добрый день. Добрый день. Ну что, с победой вас на выборах тоже хочу поздравить. Как-то отметили, не знаю, или... Ну, безусловно, были поздравления от жителей, от близких. Очень приятно, много теплых слов. Так что сейчас все зависит уже... Мяч на моей стороне, нужно уже оправдывать то, что на меня возложили. Вы сделали такой выбор, да. Напоминаю, что вы шли по 12-му округу, это Филийка. За вас проголосовало 713 человек, ближайшего конкурента своего, Александра Чулкова. Вы опередили на 43 голоса. Сейчас по процедуре, процедура ввода в городской парламент, она... Вот-вот должна состояться, да, опубликованы результаты должны быть в газете «Наш город». Да, абсолютно верно. Завтра должны быть опубликованы результаты. На следующей неделе должны пройти все технические формальности с точки зрения документов и, в принципе, уже приступать к работе, то есть на ближайшей Думе. Есть в Гордуме люди, кому вы не пожмете руку? Нет, таких людей нет. Ну, вот зная, кто он, чем занимается, там, вот... Накопилось, может, претензий к человеку, и вот как-то уже... Если будете жать, ну, перебарывать, возможно, себя. Такой вопрос у меня сейчас созрел на хор. Отличный вопрос. Вот. Действительно, готов руку уже пожать всем. То есть пока, знаете, с открытым забралом захожу в Думу, и, в принципе, никаких предвзятых мнений или каких-то, там, неоправданных ожиданий или, наоборот, завышенных ожиданий нет. Так что со всеми готов работать и взаимодействовать. Вы сейчас до начала нашего разговора сказали, что это у вас не первая попытка, да, прохождение, попытка пройти в Гордуму. Расскажите подробно. Да, это у меня третий раз. Первый раз я пытался избраться в 2012 году. Это было решение, безусловно, осознанно, но не до конца, наверное, внутренне мотивировано, потому что не было четкого понимания, что я жду от работы в Думе. Вот. Честно, достойно проиграл. Я вообще хотел сказать, что мне повезло. На моем округе я не наблюдал вот за все эти три раза каких-то там нарушений, которые иногда могут быть, там, проходят в средствах массовой информации. То есть, ну, есть разные технологии, но нарушений таких, которые бы там были, их не было. В прошлом году, опять же, достойно проиграл, значит, по своему же округу. Я иду всегда по своему округу, там, где родился, там и пригодился. У меня еще полный папа так говорил. Значит, и здесь было уже четкое понимание, что я хотел достичь, но не сложилось там. А в этом году, опять же, там, считаю, что это не сколько там удача, там, это не звезды, это как раз там все сложилось вместе. Это предыдущий опыт, это ситуация там с моими коллегами, там, оппонентами, там, и даже погода, и все факторы вот так сложились, что удалось там вырвать победу, в хорошем смысле слова, там, и достичь того, к чему я так долго шел. Ну и, наверное, как мужчина я могу вас тоже понять, вам 45 лет, да, то есть такой возраст, когда уже и опыт солидный накоплен, да, багаж, когда ты уже четко понимаешь, действительно, а что ты можешь ждать, а что ты можешь попытаться, да, сделать. Правильно я понимаю? Да, правильно. А про отношения своей со справедливой Россией, расскажите, пожалуйста, вы прошли вот как раз этой партии, да, и вы будете вот восьмым участником фракции «Справедливая Россия» в городской доме. Да, я все три раза шел от этой партии, там, и для меня, ну, почему в том числе, там, наверное, это потому, что для меня близка некая идея, идеология, ну, и чтобы от закопарных перейти к практичности, то есть мне импонирует в том, что, несмотря на то, что фракция представлена разными людьми, там, с одной стороны, есть общее мнение, оно супер важно, но есть возможность высказаться по какому-то вопросу индивидуально, там, что, наверное, не получилось бы, если бы я шел, там, от другой партии, которая сейчас большинство, потому что это, к сожалению, там, очень, для меня это очень важно, потому что, действительно, я считаю, что в ряде областей я состоялся, и для меня просто, там, прийти, чтобы быть членом команды, но без возможности самовыражаться, ну, наверное, я бы не пошел. Как относитесь к людям, которые, ну, вот, в одной партии одни интересы отстаивают, потом в другой смотришь? У нас в нашей студии разные оценки по этому поводу звучали, кто-то говорит, что это вполне нормально, потому что человек взрослеет, у него меняются взгляды, и ему ближе становятся эти политические движения, кто-то кардинально против того, что нет, это политическое, ну, сами знаете, что, вот какое ваше мнение? Ну, вы знаете, я вообще достаточно толерантен, то есть, я считаю, что у каждого человека есть свой выбор, самое главное, чтобы он жил с этим выбором дальше и не вступал с ним в противоречие, потому что это, знаете, там, может быть, не совсем тактично, ну, корректный пример, я в свое время поработал в разных отраслях, не только в разных предприятиях, в разных отраслях, там, и мебельная деятельность, я работал в производстве, в продажах, в маркетинге, вот, там, единственное, пожалуй, где я не поработал, это на госслужбе, поэтому я не понимаю, что иногда люди ищут себя, и есть, безусловно, период, когда человек себя ищет, и в том числе, там, это и вопрос политических убеждений, там, вот, для меня просто все сложилось, и я готов двигаться дальше, там, я не готов, там, сейчас закидывать шашками, шапками тех, кто еще в стадии вот этого своего выбора. Давайте об итогах, о цифрах, собственно, этих довыборов, которые прошли, напомню, 9 сентября за вас проголосовало 713 человек, явка по официальным подсчетам составила 8%, нет некой претензии к тому, что вот мало людей пришло на избирательные участки, 713, ну, в масштабах областного центра, где больше полумиллиона жителей, это вроде как капля в море, есть тут, я бы сказал, в масштабах своего округа, в масштабах округа, в котором 22 тысячи человек, это тоже немного, наверное, ну, в начале, безусловно, там, было, во-первых, ожидание, что явка будет небольшой, потому что год назад она, по-моему, округу составила, там, порядка 19%, поэтому ожидание, что... Тогда были выборы городу. Основные выборы, да, у нас тоже была явка, там, не самая великая, значит, безусловно, было ожидание, что явка будет, ну, хотя бы 10%, почему так сложилось, там, я, на самом деле, безусловно, мы тут обсуждали, там, с коллегами, там, что, насколько удачен сентябрь, по сравнению с мартом, с ноябрём, с декабрём, этот фактор, безусловно, есть, но моё глубокое убеждение, что всё равно в большинстве случаев, там, тот результат, который есть, он, опять же, это то, что происходит, и низкая явка это, к сожалению, ситуация состоит в том, что 90% избирателей тем самым сказали, что для нас это неважно, мы считаем, что ничего не изменится, ну, так скажем, всё через запятую, мы считаем, что наш голос ничего не решает, и когда я, там, сейчас разговаривал с теми, кто не пришёл, среди даже моих знакомых таких есть, и я рассчитывал на их голос, и так сложилось, что, я говорю, получилось победить, но, там, было, безусловно, вначале недопонимание, почему не все пришли, там, ну, вот, они вот это транслировали. И здесь, наверное, вопрос не в них, там, вопрос в том, что как раз и отношение к выборам должно поменяться, и, скажем, избиратели, которые не пришли, думая, тем самым выскажут своё недовольство власти, это не так. То есть, вот, моя задача, в том числе, их об этом в дальнейшем убедить, потому что для многих выборы и власть это одно и то же, что мы выбираем, как бы, кого-то, кто будет где-то далеко, и поэтому мы не придём, и вот, мы тем самым говорим, ну, вот, против вас. То есть, на самом деле, только придя на участки, ты делаешь выбор, нет достойных кандидатов иди сам. То есть, вот, это моё мнение, поэтому 90%, я почему, там, действительно, для себя большой, там, одну из задач вижу, такую, одну из магистральных, там, задач на вот эти ближайшие годы, пока я буду работать в Думе, там, это всё-таки же донесение информации о том, чем занимается Дума и на что она влияет. Там, меня уже, там, достаточно много людей спросили, сколько ты будешь получать в Думе, но вы бы, например, ошарашили бы какую-нибудь цифру с дивизионами. Я, когда, и это говорят люди, это говорят люди не только старшего поколения, там, они как раз этот вопрос не задают, он у них есть в голове, а люди моего возраста, я понимаю, насколько, как бы, ну, нету той прозрачности о том, чем занимается Дума, как она формируется и вообще, кто такие депутаты, которые там есть. То есть, почему? Потому что, безусловно, есть имиджи депутата Государственной Думы с большими для Кирова зарплатами, и у людей ощущение, что так везде, там. Я начинаю рассказывать, они говорят, тогда зачем ты идёшь, если у тебя нет зарплаты, ты будешь тратить своё время, зачем, там. И я, опять же, для себя услышал, что, к сожалению, не всех, несмотря на те десятки, там, ну, провели порядка сотни встреч, не всем удалось донести, а зачем я туда иду и что я ожидаю. Потому что, на самом деле, для меня, там, основная задача победить в городскую Думу и работать, это задачи решать жителей своего микрорайона. Причём, я и до этого этим занимался, но сейчас, там, дошёл, когда мне нужно, там, новый инструмент, и для меня, там, депутатские корочки, это вопрос ускорения реакции на мои запросы, это вопрос влияния на те решения, которые сейчас я пока ощущал просто как житель. И поэтому я готов тратить время, я готов за это не получать, там, дополнительную зарплату, потому что я, где живу, я хочу жить хорошо. Это то же самое, что, там, председатель совета дома. Я работаю на безвозмездной основе не потому, что, там, мне неудобно брать деньги. Я работаю в бизнесе, там, я понимаю, что любой труд должен быть оплачен. Но... Моё время стоит сотни. Да, но я живу в этом доме, и если я делаю хорошо, я сделаю для себя, в первую очередь, хорошо. Поэтому, например, там, я это, правда, делаю, там, безвозмездно, и по-депутатски то же самое, там. Это мой микрорайон, там. И я, честно, коллегам сказал, там, в том числе из фракции, что, в первую очередь, мне интересны будут вопросы своего микрорайона, нежели, там, какие-то общегородские. А вот давайте уже после небольшой паузы я вас конкретно расспрошу, во-первых, как вы собираетесь добиваться того, чтобы люди ходили на выборы, микрорайон, филейка, и уже конкретные, непосредственные первые шаги, которые вы там себе наметили, хорошо? Давай это небольшой пауз. Михаил Ковязин в студии особого мнения. Михаил пополнил ряды депутатов городской думы, вы стали восьмым в фракции «Справедливая Россия». Итак, какие непосредственные уже шаги наметили на филейке? Какие проблемы конкретные будете решать? Да, мы с вашей коллегой, там, примерно, там, полтора месяца назад, общались, и я тоже говорил, да, что на самом деле проблемы филейки, это проблемы, которые беспокоят в целом город, только помножены в разы. То есть у нас одно из, там, критичных вопросов – это дороги. У нас однозначно не хватает количества дорог, точнее, у нас очень много дорог, которые требуют немедленного ремонта, не косметического ремонта, что там есть ямы. У нас есть два участка очень больших, протяженных, это кусок Стахановской и Крупской, около Безняковской переулы, у которого нет твердого покрытия. При этом на этом участке проживает несколько сотен жителей, которые живут там уже несколько лет, и они не понимают, почему они, живя в городе, вынуждены ходить по грунтовой дороге, и почему из этого ничего не делаются. Но ведь было голосование, помните? Было голосование, более того... А за какие дороги, какие первые учреждения? По Стахановской, ну, если говорить, там, голосование было, там, с голосованием отдельная история, потому что голосуем сначала за одно, а по факту получается другое, и это тоже задача, как бы, одна из первоочередных, потому что, там, если говорить про следующий год, я с удивлением увидел, например, у нас есть, там, улица Шорина, она идет к школе, вот, и ее нет в планах на ремонт ни в 18-м году не было, ни в 19-м, но есть дорога, там, улицы Дзержинского от Луганской до Гнусина, которая находится в достаточно неплохом состоянии, хотя она, конечно, магистральная и идет за выезд из города, но при этом она в план включена, а не включена дорога, которая более нужна жителям микрорайона, и поэтому моя задача все-таки же стараться утянуть и этот бюджет, и интересы в эту сторону, потому что, вообще, я убежден, и не только в политическом вопросе, вообще, сначала нужно, чтобы было сухо-тепло, потом была картинка красивая, поэтому, и, безусловно, там, картинка красивая, это, вот, магистральная улица, а хорошо тепло, это улицы, которые не так видны, может быть, проезжающим кортежу, но которые очень беспокоят жителей, потому что находятся около социальных объектов, и это не все улицы, там, дружбы, там, вообще, это я не говорю не про придомовые территории, я говорю про улицы, которые требуют ремонта. То же самое касается... Да, и социальная инфраструктура тоже самая, то есть, опять же, есть проблема новых микрорайонов, которых там не хватает школ, и все про это знают, об этом все знают, но о том, что, на самом деле, там, болото, ЦМ, филейка активно застраиваются в последние десятилетия, и там проблема школ и садиков тоже стоит, об этом, как бы, никто не говорит, и, на самом деле, даже есть, у нас-то есть места, где можно построить садики и школы, но их нужно сделать, потому что сейчас, для того, чтобы отправить, опять же, из новых микрорайонов ребенка в школу, значит, приходится ездить на автобусе, что, в принципе, с учетом локальности вообще микрорайона, это нонсенс, потому что школ не хватает, садиков не хватает, и эта проблема, безусловно, есть, и самое удивительное, почему, опять же, меня это очень сильно беспокоит, и я пошел, что об этом никто не говорит наверху, то есть, опять же, говорят про чистые пруды, но проблема здесь, она точно такая же, причем ее чуть не меньше, и так везде, а все время... Так, подождите, да, школы и садики, вы сказали, есть где строить, а жители готовы, например, платить больше за квадратные метры, если застройщик согласится еще и взять на себя эту задачу возведения этих социальных объектов? Ну, это нужно, конечно, это не... Разговаривать с застройщиками, разговаривать с жителями, там... Ну, это по увеличению стоимости не обсуждалось, наверное, сейчас, там, наверное, одна из задач, все-таки же, власти, это при обсуждении вопроса с застройщиками по выдаче разрешения, это обсуждать, в том числе, социальную сферу, это логично, там, да, потому что, безусловно, иначе получим второй, там, микрорайон, в котором много живут, но и потом, в дальнейшем, нужно будет срочно где-то искать место для школы. Километр. То есть, мы живем в городе, для остановки нужно дойти километр, и это не Ганино. Это не какие-то пригороды, это реально цен город. Для этого, опять же... Получается, не транспортная доступность, а транспортная недоступность? Недоступность. Недоступность. И для этого, опять же, ну, вопрос, там, новых маршрутов, точнее, изменения существующих, потому что, опять же, есть некое закостенелое мнение, что все маршруты нужно пускать через Октябрьский проспект, который утром стоит в пробках, при этом есть разгрузочные ветки. Я сейчас не специалист в области, там, пропускной способности, согласования остановок и так далее, но люди это просят. Они говорят, пустите несколько автобусов через нас, разгрузив тем самым, я говорю, логистику Октябрьского проспекта, через Лепси и так далее, и такие вопросы есть. А вот, как раз, вопрос, там, очень часто, которые мне задают вопрос, зная, откуда я, там, про криминогенную обстановку, как бы, он не так актуален, больше актуален вопрос, все-таки же, рюмочных и прочих, там, асоциальных элементов. Мест, где можно приобрести деньги. Да, он существует, да, потому что в свое время рейды по каким-то причинам до нас дошли в остаточном состоянии, и рюмочных осталось много, они, честно, что называется, кафе. Вот, еще. Я вижу, например, задачу, у меня таких очень много вопросов, чтобы все-таки же с этим начать взаимодействовать в правовой сфере, потому что есть, я надеюсь, там, уже в этом году мы все-таки же получим какие-то первые результаты, опять же, потому что их не замечают, потому что мы далеко. Результаты о чем мы говорим? Результаты о том, что все-таки же или, если это неправомощно открыто, его надо закрывать, значит, или же все-таки сделать все, чтобы ограничить его неправомощную деятельность, потому что у нас есть киоски, которые торгуют сигареты, продают сигареты несовершеннолетним детям, есть, безусловно, продажа, там, шкаликов и прочее, продажа спиртного в ночное время, и очень часто я слышу, и иногда даже там, это действительно видно, когда власть бездействует, опять же, потому что социально мы где-то далеко, и это не так видно, как если было... Это же вопрос контроля, это же все закреплено в законе, что этого делать нельзя. Да. Просто нужно за этим следить. Так получается? Да. У вас там с полицией как? С опорными пунктами участковыми? Ну, они есть. С патрулями ППС, Росгвардией? Они есть, но, опять же, там, спецификами... Я извините, спрашиваю, у вас там? Это наш город общий. Не-не, это нормальный там. У нас действительно, у нас, знаете, есть такое даже выражение, и оно до сих пор существует, поехать в город. Поехать в город. Не в центр, замечу. Поехать в город. Ты куда Петровна с утра собралась? Я в город поеду. Да. При этом мы находимся, по сути дела, в десяти минутах езды, если нет пробок от центра города. Так что, безусловно, ну, это все есть, но я просто проблемы, они, безусловно, существуют, и, к сожалению, еще есть второй вопрос, там, я для себя, который отметил, и это касается особенно ЖКХ. Это вопрос активного участия самих жителей. То есть, вот сейчас, там, даже сейчас пока еще только прошло буквально, там, меньше недели после выборов, там, достаточно много ко мне обращений, когда просят решить какой-то вопрос в 90% случаев, который находится в ведении самих жильцов. То есть, для этого не нужен депутат, я об этом говорил на встрече. Как собственник, и они на правах собственника могут потребовать. И когда я начинаю им рассказывать, они говорят, ну, как, мы же об этом не знали, и моя, например, одна из задач, это, в том числе, там, некая правовая грамотность, повторюсь, в первую очередь, там, в области ЖКХ, потому что проблем очень много, как самими своими средствами. Понятно, что где-то иногда нужно какое-то ускорение процесса, и здесь нужна помощь, там, может быть, депутата, но в 90% случаев это могут сделать сами жильцы. И это не делают, и вот это, как бы, некая параллельная ситуация, связанная с выборами. Поэтому и на выборы не идут, потому что считают, что, в принципе, все решено, и это, повторюсь, говорят не молодежь, и это не говорит люди старшего поколения, это говорит средний возраст, которые говорят, все же давно решили, вообще, как удалось, кому занес, и вообще, сколько это, вообще, там, вот как так получилось? Я говорю, получилось, потому что работали. Они говорят, ну, а мы вот не ходили, потому что считали, что все решено. Я честно признаюсь, Михаил, меня очень подкупает, мне очень нравится ваша активность, активная позиция, но перед тем, как мы уйдем на рекламу, я все-таки задам скептический вопрос, потому что вы не боитесь, что вас на все это не хватит? Просто напросто. Вы сейчас такие проблемы затронули. Что? Ну, в любом случае... В сутках 24 часа. Абсолютно верно. Да, безумно. Я просто сейчас перечислил... Михаил Калесин, он один. Ну, нет, не один, поверьте, там, на самом деле, я говорю, моя задача – это зажечь маячок, а люди к нему подтянутся, потому что, ну, времени не хватит. Это все-таки же вопрос неких таких магистральных действий, которые я в ближайшее время намечу с точки приоритетов, безусловно, не хвататься за все. Там, да, идти только в одно. Потому что даже в Думе я планирую работать там точно не более, чем в одной комиссии, потому что ресурс ограничен. На примете какие уже комиссии? ЖКХ. ЖКХ, да? ЖКХ, точно. Транспорт, ЖКХ – это Денис Ерохин возглавляет комиссию. Да, абсолютно, Денис Ерохин. Мы с ним уже познакомились. Так получилось. Вот. Потому что сконцентрироваться только на одном и постепенно этот круглок раскручивая не только за счет своих ресурсов, еще раз говорю, а привлекая жителей, потому что на самом деле много в руках нас самих. И там, став депутатом, я не ушел в другую категорию людей. Я такой же житель, как все они. Просто сейчас есть определенные полномочия знаний, моя задача передать их другим, чтобы все начали двигаться в этом направлении. Еще раз перед рекламой повторяю слово. Где Вас искать? Вы говорите, обращаются к Вам избиратели, жители. Ну, я понимаю, что в соцсетях Вы открыты, можно Вам там писать. Где еще? Ну, в соцсетях у меня есть вся информация про телефоны, адресы. Я живу на улице Дзержинского. Но, значит, старше по дому, все меня могут найти в квартире 112. Так что, всегда, кто захочет, всегда меня найдет. Телефон весь есть. У меня там нет пока никакой приемной. И это вопрос тоже там следующего этапа. Я надеюсь, если это возможно, по максимуму обойтись, все так же, в плане живого общения и телефона, интернет, которые существуют. Ну, и безусловно, да, там по регламенту работы Городома, ваши координаты, они на сайте, как раз, в Городома тоже будут размещены. Да. Вы будете брать помощника или сами будете отвечать на звонки там? Разместите свой телефон. Сам отвечает. Упомянутый нами Денис Ерохин, он сам отвечает. Да. Телефон приемный. Звонишь, а Денис... Я просто... Не помощник. Так, ответил не сразу, потому что мне даже в голову не пришло, что может быть какой-то помощник, потому что, ну, зачем? Мы пока еще слишком, слишком далеко не ушли. То есть, я надеюсь сам отвечать на звонки. Если не отвечал сразу, то перезванивай. Другое дело, что вопросы не всегда все можно решать сразу же, требуется время. Это тоже вопрос, наверное, который требует какой-то работы. Михаил Ковязин, это ваше особое мнение. Минута рекламы сейчас, и у нас будет еще десять минут на беседах. Михаил Ковязин, депутат Хировской городской думы. Михаила избрали. Он победил на выборах в городской парламент 9 сентября по 12 округу. Филейко. Так получается, что вы спустя год, да, после начала работы гордумы этого шестого созыва приходится на работу. Вот, пожалуйста, хотелось бы услышать, вы следили на протяжении этого года, чем занимаются, какие-то выводы. в городе. Елену Васильевну Ковалеву, главу города, мы как-то еще по-прежнему новым главой называем, да, пометой о старой команде. Владимир Быков там практически десять лет возглавлял город, был председателем городской думы. И когда Елена Васильевна пришла, и новая команда, в том числе администрация стала формироваться, жители в общем и целом такой, ну, аванс такой давали, да, и надежды были. Ну, вот сейчас будет улучшаться ситуация в городе, вы по-прежнему так воодушевлены? Или у вас вообще не было этого воодушевления? Только оценивайте, в общем, итоги работы за последний год. И гордумы, и городадминистрации. Давайте гордумы. Гордумы, ну, с точки зрения, опять же, преломления на свой микрорайон, то оцениваю, как могло быть лучше, назовем это так. Значит, какого-то, вообще, я, там, какой-то активного внимания в течение этого года за работу гордумы в целом не делал. Поясню почему, потому что, ну, опять же, считаю, что начинать нужно с малого, со своего округа, поэтому меня интересовали, безусловно, вопросы своего округа, какие дороги будут делаться, какие результаты мы увидим. Поэтому за это следил, и это я видел, и в этом принимал участие, там, да, опять же, там, чтобы постараться все выключить как можно больше дорог. И было тускловато, да? Было тускловато, да. Вот я про это говорю. С точки зрения, там, оценки всей городской думы, там, еще раз говорю, там, я не отслеживал специально, и было бы указом сейчас сказать, что нет, весь год я точно знаю, кто чем занимался. это, потому что, там, даже, там, когда пришло понимание, что я победил, вот, и для себя открыл, что, а вообще, там, состав думы, помимо нашей фракции, кто это и что это, там, да, там, и поэтому, по-честному, меня интересовал только свой микрорайон, и моя оценка, я говорю, что каких-то изменений кардинальных я не увидел в своем микрорайоне. По городу, наверное, картина может быть другой. Так, а администрация? Илья Шульгин, человек, поработавший в правительстве, приглашенный из соседнего региона, формирующий, или сформировавший, не знаю, уже свою команду тоже из приглашенных. Это на пользу, в целом, ну, и вот по тому, что говорится главой администрации, по тому, что делается, ваши выводы. Тоже год скоро, собственно, у руля? Ну, с ним лично не знаком, но то, что делается, мне вот очень много, что импонирует. Вот, я очень как раз отношусь лояльно, когда приезжают из других регионов и что-то меняют, потому что, опять же, работая в достаточно крупной компании, меня не пугает слово, что он не из Кирова, там, он из другого города, это все нормально. Что импонирует? Это, что многие решения все-таки же доделаются до конца, в том числе кадровые. И это очень болезненный вопрос, наверное, в госслужбе, но иногда он важен. Но, опять же, иногда и это смущает, потому что есть, там, частный случай, который бы, там, не хотелось бы говорить, потому что я в них только как наблюдатель, когда как раз вот это вот порубить с плеча, она где-то, может быть, из горяча, потому что, опять же, его подчиненные, они работают по-другому, там, в большей части. И когда он говорит, мне это не нравится, для него возможно, там, опять же, ну, что я про него видел и читал, это повод для дискуссий, что мне не нравится, вы скажете, а, к сожалению, его иногда окружение делает выводы, что не нравится, надо убирать, надо резать, там, увольнять и так далее. То есть я, еще раз говорю, в бизнесе знаком с таким типом руководства, он мне близок. Но очень важно, чтобы окружение понимало эту составляющую, что это не значит, что его нет, это категорично нет, это его точка зрения, которую нужно обсудить. Мне, извините, тут вспоминается фильм «Брат-2», ты зачем его убил, ну, вы же сами говорили, да? Вот, да. Лезет не туда. Абсолютно точное сравнение, вот именно про это я… Жестокое, конечно, сравнение. Про это я хотел сказать, да. Да. Так, но по-прежнему вы настроены дружелюбно, к руководству города, вы чувствуете, что потенциал, сейчас совместная работа уже может начаться, да, когда вы в рамке депутата? Ну, тут вопрос даже не в эмоциях. То есть вопрос в том, что если бы было все негативно, зачем еще идти? То есть если ты понимаешь, что в лесу грибов зимой не наберешь, ну, ты же в лес не пойдешь за грибами, поэтому если ты понимаешь, что можешь что-то изменить, туда двигаешься. Я на текущий момент времени ощущаю, верю в это, что можно что-то изменить. Понятно, что это не значит, что там дружить со всеми против всех. Это вопрос в том, что сейчас там действительно с открытым забралом нет никаких предупреждений, готов взаимодействовать. Что получится, покажет время. Время есть, но в любом случае первое, что я буду отставить, это отставить интересы, как это может не покажется может быть неудобным для других жителей города. Для меня важен только свой микрорайон. Я сейчас говорю про текущий формат времени. Поэтому мне, например, не так интересует, что будет происходить на театральной площади с точки зрения внешнего вида. Это я вопрос вам хотел задать. Да. Ну, я так просто глядя из окон. Конструкция театральной площади. Да. Вот это мне не интересует, правда. Вообще не интересует. Вообще не интересует. Ну, две причины. Первая причина. Я считаю, что в городе столько практических проблем, что говорить о том, что нужна красота, это, ну, нелогично. Вот. А во-вторых, ну, для меня важнее, что будет происходить там на Октябрьском проспекте, на Дзержинского, там, на тех улицах. Это важно. Ну, для примера. Вот смотрите. Возьмем свою семью. Если в семье много кредитов, живем от зарплаты до зарплаты, о каком празднике может быть речи? Вот. Я просто так всегда. Естественно, кто все равно делает праздник. Ну, не пулю же в лоб пускать. Не пулю в лоб. Но сначала нужно разобраться с бытовыми вопросами. И меня очень, что мне не нравится и не нравилось. Это касается не только города Кирова и области страны в целом. Когда у страны так, ну, берем про город. В городе много проблем, но мы начинаем там реально обсуждать вопросы, что давайте еще инвестируем в украшение театральной площади, значит, украшение на Новый год администрации там, светом и так далее. Меня, наверное, сейчас закидают и остальные жители города. Но мне это непонятно. Я за то, чтобы... Пускай у нас будет мрачный Новый год с точки зрения города, но будет чисто, светло и дешевая теплоэнергия. Но я, кстати, возможно, понимаю, откуда у вас такие рассуждения. Возможно, какая-то такая устоявшаяся экономическая теория, тот же Маркс и Энгельс, там, базис и надстройка. Сначала давайте с базисом у нас все будет в порядке, а потом мы уже будем выдумывать, как мы будем проводить праздники и культурные мероприятия. Хорошо. Ну, а если все-таки я пытаюсь на весь этот город транслировать ваше внимание, если взять какую-то общегородскую проблему, понятную, каждому есть что-то такое, что вы так сходу можете сказать? Слушайте, все, что вы делали до сих пор, все-таки ерунда. Надо делать так. И эту проблему можно изменить за короткое время и сделать лучше. Видишь, что-то такое? Ну, про изменить за короткое время, наверное... Дороги, ЖПХ, тротуары, пары... Ну, однозначно, это дороги не только ремонт, но и развязки, потому что давний вопрос по поводу... Опять же, живя там и видя, что происходит на улице Луганской и на Дзержинском с точки фур, вот лучше потратить деньги туда, я понимаю, что это колоссальное средство, вот лучше туда потратить силы... Вы имеете в виду западный обход, в том числе, да? Западный обход, это дороги, да. Потому что вот эта проблема точно вздохнет весь город, юго-запад в том числе. Потому что сейчас дороги регулярно разобиваются, это смог и прочее, прочее. Это проблема раз. Проблема, наверное, внутренней логистики с точки зрения пробок, их устранения тоже безусловно. Вот это будет оценят все жители. И это вопрос не сколько денег, сколько, на мой взгляд, вовлеченности в этот процесс. То есть если бы сейчас объявить конкурс не на украшение театральной площади, а предложение, хотя, понятно, здесь много будет обывательского, каких-то вот таких проблем и их решений, то выхлоп для города был бы больше. И вовлеченность людей, она была бы другой. Потому что сейчас, опять же, очень много картинок и работая в центре, проживая там на филейке, меня это очень беспокоит, потому что я вижу некую нелепицу. Это то же самое, что заклеить стены в плесени новыми обоями. То есть они все равно отвалятся. Создаем видимость только. Мы тем самым не приукрасим город. Нужно решать сначала практические вопросы, а потом уже двигаться дальше и говорить про прочий аспект. Это мое мнение. Кстати, тема транспорта. Мне тоже тема эта очень интересна. Согласны Вы с тем, что надо все-таки уже разрабатывать комплекс мер, когда общественный транспорт будет стоять в приоритете личного транспорта? Вот такой вопрос. Да. Да. Более того, опять же, в силу определенных причин... Это не понуждает людей к тому, что личный транспорт нерегулярно может использоваться. Я об этом говорил. Потому что я прекрасно понимаю, ничего не делается, но еще пройдет 2-3 года и мы просто все встанем. Все встанем. Вот я такого мнения придерживаюсь. Я понимаю Ваш вопрос. Я как раз за то, что в рамках нашего города в большинстве случаев при условии, опять же, правильной логистики взаимодействия общественного транспорта, он решит многие вопросы. Я сам в последний год, ну, точно примерно, там, 3 дня в неделю езжу на общественном транспорте. Не потому что там показать, что вот я тоже там езжу... Во-первых, в ряде случаев это проще, чем доехать на машине и даже проще, чем доехать на такси. Не надо искать место для парковки и все это. Но при этом проблемы есть, про которые в том числе на Вашей радиостанции очень часто поднимаются и говорят общественники. Их надо решать, и тогда, там, как и в других, в некоторых крупных городах, общественный транспорт решит многие вопросы. И тогда личный транспорт останется для поездок за город, там, для каких-то других нетиповых вопросов, потому что, ну, это точно будет проще, и в этом нет ничего страшного и ужасного. И это, опять же, для меня, там, не является, там, чем-то зазорным, там, проехаться в автобусе, в троллейбусе. Это нормально, более того, мне это нравится, я вижу практическую пользу. Мне не нравятся некоторые маршруты, мне не нравится, что я куда-то не могу попасть, а куда-то я не всем понимаю интервалы движения. Ну, это вопрос, там, как раз той проблемы, про которую Вы говорите. Но, на самом деле, если это все организовать, то, в принципе, еще повторюсь, там, в части вопросов логистики это точно решит проблему и парковок, которые сейчас активно обсуждаются, и загазованности, и прочее, прочее. Проехаться на общественном транспорте – это зачастую отличная возможность, ну, я имею в виду для автомобилиста, да, взглянуть хотя бы на город, что вокруг-то происходит, когда ты едешь, держишься за руль и смотришь, как бы, там, не впереди стоящего не въехать, да, а тут ты – вау, ничего себе, город-то меняется, что-то, наверное, не слишком в лучшую сторону, мне хотелось бы иначе. Ну, пробки уже есть сейчас, я могу сказать, что, если выйти в часы пик, утренние часы пик, то от моего дома дойти до площади Лепси и сесть там на автобус по времени – это быстрее, чем доехать туда на личном автомобиле, не говоря уже про автобусы. Ну, масса таких мест тоже в городе, да. Завершается, к сожалению, наше время. Спасибо за этот искренний разговор. Михаил Ковязин, депутат Кирилловской городской думы, удачи вам. Спасибо. И до новых встреч у нас. До свидания. Спасибо, всего доброго.